ну что ж друзья всем привет настало это время когда наконец таки вы увидите да я сам покатаюсь по обновленной территории германии в бета-патч 1.32 в общем то поможет мне сегодня в этом моя скане на которой я наматываю километры в мультиплеере в общем то чисто под мультиплеер она у меня собранная здесь все на прописке здесь куча всякого хлама прописана я уже даже не помню что здесь делал в общем видео не об этом и так по в общем то карте да вроде бы как бы так посмотришь издалека вроде бы фигню какую-то на самом деле здесь обновили как бы несколько дорог там 9 это смотрю 2 там часть 24 первая дорога обновлена но если пытаться просто путешествовать здесь то реально замечаю что что очень сильно на контрасте играет со старой частью германии то есть которые вот у нас осталось там на юге где-то на западе где-то на востоке переделали только северную часть я долго думал с какого города начать и в общем то наверное самым правильным решением было начать именно путешествие наше с берлина в дальнейшем я даже абсолютно не знаю в каком направлении мне двигаться может быть вы в комментариях напишите потому что я не хочу делать очень длинные серии очень длинные покатушки никто не будет смотреть видео как 35 минут чувак от просто вот так вот едет и восторгается тем что обновили карту это не интересно поэтому я взял сегодня маршрут до города магдебург в общем вот до вот этого города здесь около 130-150 километров в общем-то на своей скане сегодня я проедусь также у меня был закуплен уже новый мой мой собственный трейлер немножко его протюнил самые внимательные увидят что там не так что там не по стандарту в общем друзья все сейчас мы с вами посмотрим что повезем давайте просто нажмем ментор и загрузимся так давай 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 отлично все мы с вами загрузились а мы с вами пока что перекинемся в салон и посмотрим что вам повезем мы повезем бобы целых 12 тонн тачка у нас мощная поэтому в принципе как бы никаких проблем у нас возникать не будет заранее извиняюсь если вдруг все движения руля передаются на микрофон пробовал и со всякими ветрозащитами и с чем я только не пробовал ничего не помогает так надо на мост на прицеп еще плюс ко всему опустить так ну поехали машина таких а работает на самом деле даже думал что лоб не заведенная очень тихо очень плавно работает она прям ну вообще красота по салону тоже видите два столика два кубика все делается через прописку так что друзья кто шарит тот и я думаю поймет меня так ну что поехали так чем не поворотники не работают нет все работает все хорошо уже как я понимаю мы сейчас с вами движемся именно по обновленной территории ну если честно прям действительно контраст очень яркий на самом деле вот если сразу сравнивать с тем что было теперь все стало более светлым за счет того что текстура дороги у нас поменялась в первую очередь не знаю объекты растительность вот да вот текстура дороги и растительность вот это прям реально пушка потому что вот оно все создает вот эту свежую яркую можно даже сказать где-то реалистичную картинку это немаловажная часть от того что они затеяли но я надеюсь что если когда они пойдут дальше они что-то новое с растительностью придумают то что то есть них не будет вот этой вот везде вот то что в германии они наплодили так скажем да то же самое не будут и плодить по всей остальной части европы которые они будут переделывать так ну что куда ты едешь дружище ты прямо едешь не будешь мне уступать такой большой машине так трафик уступает спасибо большое тебе насколько я понимаю в мандео улицы стали шире то есть да кто помнит кто ездил по дефортной по дефолт по дефолтной германии тот помнит что улицы там были узкие асфальт был достаточно невзрачный то есть ну на самом деле было грубо говоря как бы ни о чем теперь все ну действительно подтянулась уровню той же франции италии может быть скандинавии в общем-то в принципе очень даже неплохо все это стало выглядеть очень все это красиво смотрится реально становится приятнее играть и будет очень круто когда я думаю что течение следующего года хотя бы еще что-нибудь они обновят хотя бы ну еще какую-то страну захватят потому что ну блин друзья если они такими темпами собираются там по полгода в раз раз в полгода выпускать обновление территории но я понимаю что конечно не хотят чтобы игра очень долго играла чтобы она была долго играющим проектом но блин я-то не молодой мне-то хочется поиграть еще не знаю лет хотя бы через пять уже прокатиться по всей америке хотя бы к примеру по виртуальной блин но чё-то как-то не знаю с оригоном с этим у них тоже все затягивается я все-таки искренне верю что команда у них расширится и они наверно в следующем году хотя бы ну два дополнения нам подарят для american track симулятор ну иначе это просто невозможно раз в год выпускать по штату ну друзья это так себе на самом деле так тем временем мы с вами уже выбрались из города мы попадаем на автобаны смотрите какие здесь интересные развилки идут так нам надо будет на право то есть вот эти старые дебильные клеверы все убираются я вижу что добавляются развязки похожие на те которые есть в американ тракт симулятор то есть примерно вот примерно да есть то же самое и там в италии по моему то же самое я наблюдал ну во франции там я вообще молчу там просто развязка на развязке в скандинавии так там любят вот эти все тоннели и кольца там просто другого выбора нет так знаки в принципе вроде по моему остались те же самые придорожные просто они стали чуть-чуть поярче и комплексы фиксации скорости у нас стоят вот кстати мне интересно посмотреть что здесь у нас по стоянкам остались ли они такими же конечно с дороги это вряд ли будет видно заезжать туда очень крайне не хочется опять разгоняться тормозить и так далее так ну 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 по моему да блин это то же самое что в принципе и было в италии франции то же самое все те же самые при фаба не лупят ничего местного они не хотят создавать ну согласитесь выглядит очень свежо вот картинка не знаю как бы давно стоит еще графический мод там с itfx все дела но блин да даже без этого вот на какую клавишу что он отключается и восемь по моему вот даже если отключить сетов x очень тоже в принципе неплохо смотрится свежая картинка выглядит на самом деле да нежели чем вот она была такая простая чересчур какая-то серо-зеленая не знаю в общем неприятная была но вот со свитом выглядит очень прикольно кстати многие спрашивали этот самый сетов x скачать в принципе как бы все просто в описании есть ссылочка на группу канала моего вконтакте и там в обсуждениях есть тема такая список модов которые я использую там вы собственно говоря найдете видео которое в котором я рассказываю какие моды я использую в той и в другой игре чисто мой такой скажем топ этих модификаций ну и соответственно sweet fx с подробной установкой с подробной инструкцией на что делать фотографии где они хранятся куда это устанавливать и так далее то есть в принципе там ничего вам не нужно просто скачать архив закинуть как сэшнику выбрать правильную битность вашей системы и в принципе как бы все у вас будет четко работать так я смотрю промо очень много появилось вот этих предупреждающих так скажем от этих знаков о том какую скорость нужно соблюдать и так далее раньше такого не было растительность почему-то все однотипное прям реально все очень реально очень одинаково и конечно понимаю что у нас на дорогах тоже растительность там да не с всяческих там ботанических садов но блин смотрите какой-то комплекс появился то есть по всей видимости здесь идет какая-то выработка то ли это карьер какой-то то ли что-то еще то есть не просто у нас кругом одна растительность и тому подобное вот какие-то появляются новые фирмы фермы те же самые да это очень хорошо это очень здорово так направо у нас там неизвестно чего выходит а мы по большому счету кстати уже с вами-то и приехали друзья то есть что-то как-то прям реально быстро мы эти 100 километров преодолели но в то же время как бы да и вы не устали и я не устал в общем вот это и считаю что золотая середина так успеем 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 под зеленый да так сильно превышать не будем тут 70 городская черта типа все дела но знаки немецкие то сильно что шрифт похоже опять же вот русские березки ну растительность реально конечно выводит в топ это все дело нет кстати интересно почему они начали именно с германии логично бы было с польши как бы начать сами понимаете да потому что типа вроде как скоро выходит там dlc балтика и все дела как бы оттуда весь народ будет ехать но в основном через польшу через дефолтную территорию которую в первую очередь надо обновлять потому что как бы она будет нас встречать и очень сильно будет контрастировать с той частью карты которую мы будем видеть тут раз дефолт как-то все грустно сразу становится и так далее может быть там где-то через скандинавию конечно будут какие-то проезды но все-таки большинство будет наверно сухим путем переезжать то есть по земле а не по воде ну посмотрим не знаю что-то как-то вот они кинулись в эту германию почему и на в германию и я и сейчас не могу понять так я что-то подумал что мне надо будет налево повернуть что-то я слегка тупанул так тут уходим направо тут уходим налево города поинтереснее стали то есть как бы это реально стало похожим на город а не просто на не знаю квадрат какой-то там 10 на 10 грубо говоря до метров квадратных и какие-то фирмы там стоят с прямо ехал повернул туда-сюда все разгрузился взял груз и уехал из этого города и забыл как страшный сон нет стало все поинтереснее город стал похож на город так друзья ну что нам нужно сделать правый поворот аккуратненько аккуратненько сейчас мы перевалимся об об все легко и просто и непринужденно как будто так и должно было быть вам на колпаки там не растерять а то вечно дорогая как повылетают на трассе хрен потом где ты их найдешь так что-то парковка у меня правда простая надо блин было высокий уровень сложности выставить в настройках чтобы задом заезжать туда в док и так груз сдавать ну ладно в принципе ничего страшного если что в следующем видео выставлю и так друзья ну вот в принципе блин не знаю как бы сто пятьдесят километров мы с вами грубо говоря здесь промахнули по получается второй даже дороге немножко захватили десятую я подразумеваю что в принципе так или иначе вся вот эта германия и вся вот все вот это обновление которое было северной части германии но так или иначе похоже на этот кусочек который мы с вами сегодня проехали давайте я наверно карту вот так вот оставлю и попрошу вас вот что сделать напишите в комментариях из какого города в какой вы бы хотели увидеть поездку я посмотрю что примерно там будет по путям то есть по километражу там допустим из города росток ну можно проехаться не знаю тот же кильо допустим да то есть тут можно как бы зацепить вот две новых дороги из того же кильо там в гамбург или наоборот в общем ну чтобы расстояние главное были небольшие ну а уже наверно в следующем видео я возьму какой-нибудь прицеп платформу flatbed и в общем-то покажу как там крепится груз думаю будет интересно все друзья не забывайте про комментарии самые интересные попадают в следующие видео также на всякий случай не забывайте оставлять ссылки на моды которые бы вы хотели увидеть в следующих обзорах так же не забывайте подписываться на канал если вы здесь впервые ставьте лайки ставьте колокольчики дабы не пропускать новые видосы но это все с вами был иксеж на всем хорошее настроение всем огромной удачи пока увидимся